Детский парк ждет масштабная реконструкция. Излюбленное место горожан превратится в парк отдыха и развлечений для людей всех возрастов. Здесь появятся аллеи для променада, торгово-выставочные павильоны, а также большой городской каток и даже место для молодоженов. Как все это будет выглядеть накануне, журналистам рассказала глава городской администрации Жанна Белоцкая. Слово Ирине Потехиной. Детский парк больше не будет детским. Точнее, он будет не только детским. В планах их действительно громадье превратить все эти 44 гектара, сейчас в основном занятых лесом, в зону комфортного и удобного отдыха для горожан абсолютно любого возраста. От грудничков до старичков. Проект парка журналистам представила глава городской администрации Жанна Белоцкая. А между этой презентацией и моментом, когда началась первая, еще бумажная работа по реконструкции любимого места отдыха ноябрьцев, прошло около двух лет. И сейчас уже наступает момент, когда надо будет заказывать архитектурный проект парка. Наклядно видеть, хотя он сейчас еще дорабатывается, то есть и краски дорабатываются, и элементы тех малых архитектурных форм, элементы площадок детских, которые мы уже как в проекте планировок предусмотрели. Поэтому наклядно можно уже сегодня посмотреть, что значит наш детский парк будет состоять из двух водоемов. Вот водоем с переходными мостиками, вот второй искусственный водоем, тоже беседки, переходные мостики, там будут установлены скамейки, может какие-то еще малые архитектурные формы, которые позволят прекрасно отдыхать возле воды. Центр предусмотрена также зона для общественных проведений, общественных мероприятий, это вот со стороны Высоцкого. Помимо площадки для городских празднест и романтичных уединенных уголков, из Нового здесь появится множество дорожек и широких аллей для променада, вдоль которых растянутся торгово-выставочные павильоны. А вот чего пока нет на макете, зато уже воплощается в жизнь, это строительство стадиона. Вот в этой зоне у нас строится стадион. Кроме стадиона, понятно, что будут дороги, проходы, проезды, такие, которые будут отвечать требованиям. И будет здесь административно-бытовой комплекс под центр, здание под центр боевых искусств. То есть вот эта зона у нас получится спортивная. Кроме того, в планах здесь сделать главный городской каток, а еще обустроить место для молодоженов, чтобы это было красиво, торжественно и удобно. Символических деревьев для скрепления любви здесь посадят сразу три, а то под тяжестью замков нынешнее железное дерево уже не выдерживает. А главным украшением этой зоны станет скульптура святых Петра и Февронии. Зона молодоженов, то есть та зона, которая у нас сейчас существует. Мы ее планируем также облагородить, благоустроить. И с владыкой согласован у нас проект памятника Петра и Февронии. И в общем, вот эту зону для молодоженов мы как раз хотим украсить вот этой скульптурной композицией из бронзы Петра и Февронии. Ну и, конечно же, детская зона. Она сохранится на прежнем месте. Кстати, переобустройство парка именно с нее и начнется. Здесь появятся городские комплексы для совсем маленькой детворы и для тех, кто постарше, и для подростков. Если детям от 7 до 12 примерно это либо большой корабль, либо кремль какой-то, то есть хочется такие детские площадки, которые на самом деле будут стационарно в эту площадь вписываться, и где дети смогут играть длительное время, то есть с множеством элементов. И еще очень важный момент. Аттракционы, которые в основном у нас укутаны снегом, теперь планируется сделать в помещении. Если в этом году будет финансовая возможность, первые шаги в переобустройстве детской зоны начнутся в августе этого года. Если не получится, то следующим летом. А масштабное обустройство парка в целом начнется в 2015 году. Проект дорогостоящий и финансовых вложений потребует много, но общее мнение, что это того стоит. Кстати, пока не заказан архитектурный проект, жители города еще могут предложить какие-то идеи для парка. Одна из таких идей планетарий уже утверждена. К взведению объектов в парк власти призывают и предприниматели, только на законных основаниях, без требований к себе каких-либо исключительных условий. Иногда, говорят, у нас такое случалось. А еще, предваряя возможности недовольства горожан, глава говорит о том, что сейчас у нас парк – это большей частью непроходимый лес, а надо его сделать именно парком, красивым и безопасным для всех. Поэтому здесь будет и освещение, и видеонаблюдение, и предстоит вырубка деревьев. Обустраивать, в общем-то, так, чтобы дать возможность деревьям многовековым способствует нормальному росту, потому что вот эти мелкие, они будут, скорее всего, вырезаны, удалены и прорежены. Я могу добавить, что территория парка у нас 44,5 гектара, и по проектам предусмотрено, что 16% будет вырублено леса для того, чтобы обустроить эти все пешеходные дорожки. У нас здесь поляна сказок, потому что там стоит сейчас в настоящее время просто лес, чтобы можно было поляну сказок, можно было беседки, вот это вот все разместить. И еще немаловажный нюанс. В парке предусмотрено 4 входа. Со стороны улиц Ленина – изыскатели Советской и Высоцкого. Будет множество парковочных мест для авто и 5 туалетов. В общем, парк для отдыха и только отдыха. Комфортного для всех. Ирина Потехина, Александр Иванов. Новости нашего города.